Ну что ребят, всем здорова, с вами я, Бестик, сегодня мы находимся на проекте NextRP, это у нас краснодарский сервер, и как вы видите, я стал реальным бомжом. И сегодня нам вместе с вами предстоит купить какой-то аккаунт на проекте NextRP, но к сожалению, покупка и продажа аккаунтов на NextRP строго запрещена, и специально для этого я придумал один очень действенный способ. Но перед этим я вам хочу рассказать то, что в данном видеоролике специально для вас я разыгрываю премиум аккаунт на 14 дней. Для того, чтобы его получить, вам всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, и в комментариях по данным видеороликам написать никнейм и сервер, на котором вы играете. У каждого есть шанс выиграть, так что обязательно участвуйте. Короче, как вы понимаете, сегодня я нахожусь на каком-то левом сервачке, и сейчас у меня имеется 3000 рублей. И сегодня эти 3000 рублей мы будем вместе с вами тратить. И мы все-таки посмотрим на то, какой аккаунт можно будет купить за 3000 рублей. То есть я сейчас являюсь реально каким-то бомжиком. То есть у меня имеется всего лишь второй уровень, у меня полностью имеются все права. Сейчас я захожу в рефералы, и тут я ввел какой-то реферальный код, и вот мой реферальный код, вы можете его вводить. И тут я получил уже 5000 рублей, как бы они у нас станут нам нужными, так что мы их лучше заберем. Сейчас у меня имеется 7250 рублей. И сейчас, ребят, мы посмотрим все-таки, что у нас тут имеется. Так, пополнение. Тут можно как бы обменять денежки на игровую валюту. Акции. Что у нас тут? Golf GT. Но он стоит 890 тысяч. В принципе, скидка на него 100 тысяч рублей. Это так-то довольно неплохо. Но мне кажется, эта тачка для нас будет какой-то слишком дешевой. Далее. Это Audi R8. Она у нас стоит 10 миллионов рублей. А это для нас как раз-таки очень даже дорого. Subaru Impreza у нас стоит 2 миллиона 800 тысяч. Это для нас дороговато. И Audi R6 у нас стоит 6900. Но это для нас тоже дорого. Короче, сегодня у нас, к сожалению, в акциях нету ничего такого подходящего нам. Так что мы заходим в премиум. Тут, в принципе, я могу купить себе премку. Но она нам сегодня не нужна. Уникальные предложения. А МГГТ у нас их распродали. Но, кстати, они стоят очень дешево. Типа, даже я на центральном его купил. Набор зловещий. Нам на него не хватает. Бэха нам на нее не хватает. Вот Бентли, кстати, интересная. Но она едет всего 240 километров в час. И это крайне мало. Так. Иржан скин у нас стоит 400 рублей. А винил царь Иржан стоит 89 рублей. Ну, короче, не важно. Первым делом мне сейчас нужно будет отправиться в магазин одежды. И купить себе какой-то скин. После этого, ребят, мы отправимся на БУ рынок. Для того, чтобы предсмотреть себе какую-то машину. Потому что никто не отменял того факта. То, что я могу поехать на БУ рынок. И купить себе какую-то интересную тачку. Потому что за эти деньги, которые у нас имеются. Я могу купить какую-то одну очень крутую тачку. Вот он и наш магазин одежды. Я, кстати, заметил то, что большинство игроков катается на вот такой вот бэхе. Она очень интересная. Возможно, я даже себе такую куплю. Короче, не знаю, какая тачка сегодня попадет в наши руки. Но для этого, по помощь курьерам, поздравляю, вы получили награду 1000 рублей. Но она нам также пригодится неплохо. Так, давайте зайдем в одежда. И посмотрим скины, которые у нас имеются. Бородач. Макс какой-то. Хитрый. Ага. Ну, блин, они тут все какие-то очень скучные. Хотя, вот знаете, вот этот вот скин, где он у нас? Вот этот. Он выглядит довольно солидно. То есть, тут у нас имеется какая-то прям брендовый костюм, если можно его таким назвать. Кеды Адидас. Ну, так-то он выглядит довольно прилично. Стоит у нас 290 тысяч рублей. Так что давайте я просто возьму и веду сюда эту сумму. Обменять. 290 рублей у нас уходит на этот скин. Так, и мы нажимаем купить. Ребят, все делается исключительно для вас. Так что прожмите, пожалуйста, лайкосик. Так, в принципе, наш бомжик уже немного преобразовался. То есть, скин за 290 тысяч рублей уже показывает тот уровень, на котором мы имеемся. То есть, вы понимаете, да? Если человек при деньгах, то, естественно, он может позволить себе все что угодно. Сейчас у нас остается 2 миллиона 700 тысяч рублей. Ну, или же 2700 рублей. И сейчас мы все-таки посмотрим вот в этом вот автосалоне, что у нас есть за машины. Потому что это у нас автосалон Майота, Тойота, неважно. И тут у нас могут быть какие-то нормальные тачки. Давайте мы сейчас вот тут припаркуем машину. Тут, кстати, имеются самые нормальные машины, которые вообще имеются в городе. Потому что это самый такой ликвидный автосалон, если его можно таким назвать. А вот подождите, если я куплю сейчас себе Камри, это будет крайне странно выглядеть или нет? Ну, подождите. Так, у нас тут есть Хонда Цивик. Так, давайте посмотрим вот этот вот, что это вообще, Королла, Ниссан GTR. Ну, тут машины крайне так-то дорогие, ребят. Но я вижу то, что максимальная скорость у них не шибко-то и отличается от той, которая у нас имеется у одной очень интересненькой тачки. 2 миллиона, 2,5 миллиона. Кабану на сколько стоит? 2 900. Не, ну они крайне дорогие. Вот, кстати, у нас импрезы, которые стоят 2 миллиона 790 тысяч. Так, Мерс у нас уже очень дорого стоит. Нет, походу, ребят, я уже знаю, что мы сейчас вместе с вами купим. Короче, мы сейчас выходим отсюда. Ну, куда ты полез, ё-моё. Так, давайте мы сейчас вот отсюда вот выходим. Мы сейчас заходим в F4 у слуги или уникальные предложения. И вот тут у нас есть Bentley Turbo Air. Короче, мне уже понравилась эта тачка. Давайте её возьмём в белом цвете, скорее всего. Так, белая за 1990. Окей, закрываем. И, блин, она так-то довольно солидно выглядит, я вам скажу. Так, что у нас вообще по максимальной скорости? 240 должна она у нас ехать. Но, естественно, она, мне кажется, поедет... Нифига она дрифтит. Но, мне кажется, она даже поедет больше. Но, ребят, я что-то недооценил эту машину. Во-первых, это Bentley. Во-вторых, это старая Bentley. То есть, она нам придаёт какого-то уважения. Потому что машина крайне странная. И, по сути, она должна быть очень дорогая. То есть, она выглядит довольно солидно. Но, мне она напоминает вот сзади Volvo. А спереди какую-то... Ну, шестёрку Жигули, что ли? Я не знаю. Да, это звучит крайне странно, ребят, то, что шестёрку Жигули. Но, это реально так. Короче, давайте мы сейчас заценим её максимальную скорость. Мы сейчас вот тут вот прям разгонимся. Но, скорее всего, я сейчас заверну направо. Подождите, налево, получается, заверну. Для того, чтобы нам купить себе квартиру. Потому что квартира по-любому нам нужна. Ну, давайте я вот таким вот образом проеду. Нам, в принципе, тут ехать не так уж и далеко. И сейчас мы купим себе квартиру. Потому что, ребят, квартира нам по-любому нужна. И после этого, на деньги, которые у нас останутся, мы прокачаем эту машину. Потому что диски, мне, честно говоря, не нравятся. Тонировка? Ну, честно говоря, так себе. Нам по-любому нужно прокачать эту машину как можно лучше. Ну, кстати, 240 км в час для этой тачки, ребят, это крайне круто. Потому что, ну, это реально очень хорошо, то, что такая машина едет такую скорость. А я не знаю, почему я на центральном не купил себе эту тачку. Потому что она выглядит крайне красиво. То есть машина реально достойна уважения. Она очень хорошо разгоняется. И вот куда этот челик просто едет. То есть он едет по встречке, и еще он начнет мне что-то предъявлять. Вот я даже, знаете, не удивлюсь. Я тут заметил то, что даже вот тут есть квартиры. Я тут их ни разу не покупал. И я даже представления не имею, сколько они у нас тут стоят. Так, давайте заедем вот в этот вот дворик. Она очень хорошо дрифтит. Но бывает это просто раздражает. Так, давайте вот так вот поставим нашу машинку. Ребят, напишите вот вообще в комментариях, что вы думаете по поводу моего выбора. Так, а что они тут так дешево стоят? Типа 400 тысяч? Ну давайте я сейчас зайду в пополнение. Обменяю себе 400 тысяч. Так, 400 рублей. Окей. И мы покупаем себе эту квартиру. То есть давайте я куплю себе 11. Вот, нормальное число. Так, купить. Ага. Мне еще рубль дали. Нормально. Так, давайте посмотрим интерьерчик. Он крайне красивый. Так, ну выйти отсюда. Не-не-не, мне это не надо. Так, и давайте зайдем сюда. Оплата получается. Давайте я оплачу ее на 10 дней. Скорее всего, точнее на 7 дней я сниму 10 рублей. Ага. Так. Или лучше на 20 дней даже, ребят. Не, лучше скорее всего на 20 дней. Так, обменять еще 10 рублей. Так. Оплатить все отлично. Уменьшить квартплату. Тут также можно счетчик. Но это мне ничего не надо. Короче, ладно. Мы отсюда выходим, потому что нам тут крайне неинтересно. Сейчас мы поедем тюнинговать нашу любимую машинку. У нас осталось всего 301 рубль. И сейчас мы посмотрим, сколько у нас вообще стоит тюнинг на эту тачку. Потому что мне реально очень интересно. И я бы сейчас реально заехал в казино и попробовал поднять с этих денег вообще какую-то сумму нормальную для тюнинга нашей машины. Но это будет крайне долго. И мне кажется, вам это смотреть будет не так уж и интересно. Но машину нам по-любому нужно затюнинговать. И если вдруг я даже солью эти деньги, то нам просто не на что будет тюнинговать эту машину. И это будет очень плачевно. Короче, ладно. Мы сейчас, получается, проезжаем вот так аккуратненько. Ну, кстати, она очень хорошо едет. Она очень хорошо управляется. Я не перестану хвалить эту машину. Потому что она очень хорошая за свои деньги. То есть, если у вас 2000 рублей имеются, ребят, то обязательно берите эту машину. Потому что она очень хорошая. Ну, реально. Она просто шикарная. Короче, ладно. Мы уже почти подъехали. Запомните то, что она у нас едет 240 км в час. Сейчас мы все-таки затюнингуем ее и посмотрим, сколько она у нас будет ехать после этих наших манипуляций. Так, мы сейчас вот сюда вот заворачиваем. Так, нормально, нормально. И сейчас я перевожу просто эти 301 тысячи рублей в нашу игровую валюту. Ну, кстати, на 3000 рублей, ребят, мы так-то нормально аккаунт наш затюнинговали. Аккаунт затюнинговали. Ну, ладно, не будем привязываться к словам. 58 тысяч всего лишь стоит тонировочка. Нам сейчас самое главное купить какие-то диски, которые будут стоить крайне дешево. Но вот эти диски ей очень сильно подходят. Так, шилды. Ну, кстати, она выглядит так-то получше, чем на вот этих вот. Но, блин, прикольно. Выглядит как какая-то BMW даже, я вам скажу. Так, BBS-ы, они у нас очень дорогие. И типа, ну, кстати, они ей подходят. Вот в чем прикол. Ну, а дальше вот эти диски, естественно, ей очень сильно идут. А вот это вот что? Вот это вот, подождите. Не-не-не, пацаны. Не-не-не. Так, вот эти вот не идут. Хотя... Хотя... Не-не-не. Это реально как BMW какая-то выглядит. Так, ну давайте остановимся все-таки на вот этих я бы остановился. Но они стоят дорого. Давайте, короче, шилды купим. Так, покупаем. Все, отлично. У нас остается 195 тысяч рублей. И сейчас мы заходим, получается, в внутренний тюнинг. Посмотрим, сколько у нас стоят кейсы. Ну, естественно, они стоят крайне дорого. Я не знаю, почему я не потратил сейчас эти деньги на что-то другое. Уровень тренировки, цвет фар, цвет кузова, внешний тюнинг, внутренний тюнинг. Внешнего у нас нету. Но, в принципе, нам уже не на чего поставить эти деньги. Ну, потратить эти деньги. Так что мы, скорее всего, их просто оставим. Потому что, ну, почему бы и нет, ребят? Вот такая машина у нас получилась. Но, мне кажется, она очень стильная. Реально, она очень красиво выглядит. Считаясь за свои деньги, ребят, это просто идеальнейший вариант. Я не знаю, что будет, если я ее затингую под максимум. Мне кажется, она будет валить просто бачком и ехать очень быстро. Короче, вот такая серия у нас получилась. Вот такой аккаунт за 3000 рублей я, так сказать, купил. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а с вами был Бестик, ребят. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.